На Медне пятая часть жителей хребта Уральского, совсем мелкого поселка, больше похожего на деревушку под Кушвой, за окольцей которой еще в 2003-м установили мраморную стелу, чтобы туристы Европу-Сазии невзначай не перепутали. Собрались на полустанке горнозаводской железной дороги, чтобы записать коллективное видеообращение к местной власти. А ее пороги деревенский люд обвивает уже не первый год. Мы ведь обращаемся, уже пишем письма с 2017 года, но на нас не обращает внимания никто. И в прокуратуру мы писали, везде мы обращались, а вот и ныне там. К слову, оговорка про 17-й год почти по дедушке Фрейду. Мелкая деревушка, на взгляд, горожан и в самом деле словно застряла в 20-х годах прошлого века. Два десятка местных жителей не первый год маются без воды, без света и без дров. Нам нужен лес, нам нужны дрова. У нас печное отопление, печь топить нечем. Нам не разрешают брать валежник, потому что, ну как это запрещено законом. Вот. Людям приходится ездить, добиваться, но нам в этом все время практически отказывают. Вторая проблема в хребте Уральском. Темень на улицах. Столбы в поселке давно покосились. Провода на них оборвались и теперь по вечерам не видно низги. Есть столбы, которые упали. Когда-то там было освещение, нам выделяли лампы несколько штук. Но как упали столбы, так и упали лампы вместе с ними. Вот единственная лампа на перроне, которую тоже мы выцарапали, можно сказать. Третья проблема самая насущная. Не сегодня-завтра хребтяне уральские будут вынуждены растапливать снег, чтобы водицу попить, скачину напоить, ну и самим помыться. В деревушке, где еще остались искусные мастера по плетению берстяных, то есть сочков. Остался один колодец. Да и в том воды осталось совсем чуть-чуть. Включите фонарик, сейчас в колодце зайдем, посмотрим, сколько у нас там водички. У нас весь поселок. Что там продумано? Да. Вот что это наш. В подтверждении своих слов Дмитрий, один из местных мужиков, для чистоты эксперимента даже палку в колодец опустил. В нем воды даже не по колено, а меньше. Если и этот родник иссякнет, местным хоть караул кричи. Воды там вот столько, всего лишь полметра даже нет. Это на всех, на всю деревню он у нас один, уже скоро перемерзнет просто. И останутся без питьевой водички. Вся деревня будет топить снег. Вот такой у нас колодец. Это у нас родничок. Конечно, ему лет-то много уже, но он, наверное, скоро не будет функционировать. Надо было ему показать, как он развалился. Ну, так он на болоте, он гуляет. Он и развалится, конечно. Его постоянно надо подделывать. Вот. Еще верхняя улица наша. В стародавние времена, утверждают местные, в деревне была водонапорная башня. Потом ее снесли. А новые коллективные скважины так и не появились. В декабре 2018-го специалисты компании «Родник» осмотрели единственный в деревне колодец. Этот самый, замаскированный, под симпатичную мельницу на болоте. И констатировали, что иных источников питьевой воды в поселке просто нет. За несколько месяцев до того хребта уральцы главе округа коллективное письмо написали. Просили выделить деньги на бурение новой скважины. Но, как водится, в местном бюджете более насущные затраты появились. Более того, незадолго до водной ревизии главный чиновник Кушвинского округа, господин Слепухин, местной гражданке Афанасьевой, на казенной бумаге ответ прислал, в котором утверждал, что в поселке на левой стороне есть колодец и еще один на улице привокзальной. В конце послания он сообщил о том, что вопрос со скважиной решится после летней проверки, и если качество воды будет соответствовать нормам Санпина, далее цитата, «Учитывая малую численность населения поселка и наличие двух источников нецентрализованного водоснабжения, бурение новой скважины нецелесообразно». Конец цитаты. С тех пор колодец в хребте Уральском сильно обмелел, а денег в местном бюджете на новую скважину как не было, так и нет. К слову, гражданка Афанасьева переписку с чиновниками бережно хранит и время от времени показывает кушвинским газетчикам, в надежде вдруг да поможет. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.